Всевозможные произведения у К может чисел от 1 до 1. Вот скажем, если К равняется 2, Н равняется 4, то это будет вот что такое. 1 умножить на 2 плюс 1 умножить на 3, 1 умножить на 4, 2х3 будет еще, 2х4 и 3х4. Можно посчитать 35. А если К будет равняться 1, а Н по-прежнему будет равняться 4, то вот это вот число, а именно Т первое от 4, это будет просто сумма чисел 1, 2, 3, 4, которые... Если К равняется 0, естественно считать это число единицей. В математике есть такая привычка, если ничего нет, то количество способов это сделать, это считают единицей. Скажем, бездельничать математик может одним способом, ничего не делать. Т третье от 4, это произведение 1, 2, 3, дальше произведение 1, 2, 4, 6 и 8, это сколько? Четырнадцать и двадцать четыре. Т третье от 8 и 12? Пятьдесят. Пятьдесят. Отлично. Так, ну и Т четвертое это совсем просто. Это 1, 2, 3, 4... Кто это значит? Замечательно. Тридцать пять, десять, один, пятьдесят, двадцать четыре. Сколько будет всего? Чему равна сумма этих чисел? 120. 129, совершенно верно. Эти числа настолько интересны, настолько замечательны для математики, что у них есть специальное название – числа Стирненка. Числа Стирненка. Стирненка – это замечательный математик 19 века, вы взрослеете, будете учить теорию вероятности. Это будет формула Стирненка, знаменитая формула, замечательная совершенно, для быстрого вычисления материалов. Не совсем вычисления, а быстрого получения числа очень близкого материала. Числа Стирненка – это вот что такое. Нужно взять все перестановки на пяти элементах и каждую из них разложить на циклы. После этого посчитать. Так, давайте я для начала скажу, что такое вообще перестановка на циклы. Вот если у вас есть числа 1, 2, 3, 4, 5, можно взять и под ними написать те же самые числа в любом порядке. В каком хотите порядке, вторую строчку напишите. Под единицей что хотите написать? Пятерку. Да пожалуйста. Под двойкой что ли? Под двойкой. Под двойкой. Под двойкой. Под двойкой. Под двойкой. Под двойкой что вы будете писать? Четыре. Отлично. Дальше. Один. Да. Два. Замечательно. Вот это называется перестановка. А сейчас вы ее, как говорят, разложите на цикл. Решите, пожалуйста, здесь внизу число 1. Ставьте от него стрелочку. Пишите число, которое под единицей. Пять. Отлично. Теперь от пятерки рисуете стрелочку. Да? Такую же стрелочку, как вы уже рисовали. И пишите. Вы уже догадались. Что тут от пятерки? От двойки в стрелочку. Да. Тройку. От тройки в стрелочку. Четверку. Да. А от четверки куда? В единицу. Пожалуйста, прямо из четверки проведите так. Да, да, да. Прямо так. Длинную-длинную стрелочку. И видно, что в единицу. Всем понятно, почему это называется цикл? Да. Чем? Теперь мне нужен второй герой. Давайте. Ваша работа. То же самое. Написать числа от одного до пяти. И в произвольном порядке. И напишите, что хотите, то пишите. Реально с вами есть. Спасибо. Берете единицу. Стрелочка. Тройка. А вот интересно. По тройке единицы. Значит, вы сейчас эту стрелочку должны сразу привести. Вот там вот у него зациклилась только в конце. А сейчас зациклилась у вас сразу. То есть вот надо было здесь не рисовать скольки стрелочные, а вот так вот провести единицу. Так. Отлично. Теперь берем цифру, которой еще не было. Абсолютно верно. Двойка. Там пять. Отлично. От пяти что идет? Четыре. Четыре. То есть сверху. Четыре. А от четырех? Два. Спасибо. Садись. Перестановок на пяти числа всего существует сто двадцать. У вас сначала эти числа на четыре, пять написано. Здесь вы пишете любое из пяти чисел. Это пять вариантов. Когда вы написали, здесь пять, здесь три написали. То вот тот чисел, который написано, вы больше уже писать не можете. То есть вариантов осталось только четыре. То есть для этого есть четыре варианта. Уже пять, а может и четыре. После этого, когда вы это написали, то сюда вариантов осталось только три. Это и написали. И сюда вариантов осталось только три. Господа, всего способов перестали между собой пять чисел, сто двадцать ушли. Это настолько часто, настолько важно встречается в математике, что для этого есть специальное обозначение, то есть специальное обозначение. Это 120. И вот сейчас вы мне скажете, сколько и что это такое за перестановки интересные. На свете существует перестановок, у которых ноль циклов. Когда ее раскладываешь на циклы, а циклов вообще ни одного нет. Ноль. Ноль, конечно. Конечно, очевидно, ноль. Потому что хотя бы один цикл всегда есть. Сколько существует перестановок и какие перестановки? У которых 5 циклов. И как они выглядят? Под цифрами 1, 2, 3, 4, 5. И уже не подписать надо. Абсолютно верно. Давайте я напишу это. Один, два, три, четыре, пять. И ровно те же самые цифры. Циклическое разложение. То очень просто. Из единицы стрелочка в нее же идет. Из двойки стрелочка в нее же идет. Из тройки идет. Из четверки идет. Вот такое циклическое разложение. Пять циклов. Все очень. Так вот, ребята. Замечайте. Пять циклов. Каждый по одному числу. Значит, такая перестановка. Единственная. Ее называют единичная перестановка. Тождественная перестановка. Та, которая все числа оставляет на своих местах. Сколько существует перестановок и у которых антициклов? На пяти элементах. Просто на пяти. Сколько у которых? Двадцать, тридцать, четырцать. Как устроен цикл, когда он оттенен? Может быть, знаете, есть такая штука хороводка? Когда люди сцепляют в заряки и танцуют, да? Ну или, если угодно, пилеотехники любят танцевать, сидят вокруг круглого стола. Знаете, представили? Отлично. Да, циклы тогда по кругу. Выстроились пять человек по кругу. Тогда вот, сколькими способами могут пять человек выстроиться по кругу и кружиться танцевать? Если они не будут танцевать, не будут двигаться, а просто стоять на месте, тогда способ действительно сто двадцать. Но они же могут еще и кружиться. Если они будут танцевать, тогда получается случай, как, с моим примером, один, пять, два, три, четыре, и за четвертый идет единица. Держи. Вот это есть одна из тех перестановок. Вы абсолютно правы. Зафиксируем наименьшее число. Давайте возьмем и скажем, пусть вот этот, что называется, начинает. Пусть вот встанет и зафиксируем в каком-то конкретном месте. Хорошо встал. Дальше что? За ним может стоять любой из оставшихся четырех. Так, а дальше? Три. А дальше? Два, один. Дальше два, один. Господа, все помнят, что в комбинаторе надо перемножаться? Да. Потому что каждый из этих вариантов можно сделать следующий, да? Замечательно. Сколько будет? Четыре на три на два на один? Четыре на три на два на один. Двадцать четыре. Все, мы решили эту задачу. Двадцать четыре. Дальше намного интереснее. По циклам. По циклам, когда у вас всего пять элементов. Это вот этот случай. А еще такой случай. Согласны? Да. Давайте я какой-нибудь конкретный пример напишу. Скажем, если здесь число два. Бывает такое? Вполне. Вполне бывает. Замечательно. Вот давайте мы сейчас посчитаем, сколько таких вариантов. И посчитаем, сколько таких вариантов. Для начала вот этих. Сколькими способами? Пять. 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 Пять – это потому, что на это место можно писать любого от одного до пяти. Да? Да. Это хорошо, что пять. Но это неправильный ответ. На ответ факториал. Пять. Потому что надо еще оставшихся четырех усадить за круглый стол. Сколькими способами можно четырех усадить за круглый стол? Да. Ну, если мы зафиксируем, допустим, единицу. Да. Тогда за единицу можно поставить... Три варианта. Три варианта. Три варианта. Два варианта. Три. То есть всего варианта сколько? Тридцать. Ну, здесь шесть. Пять на... Да. Это действительно тридцать. Хорошо. Здесь... Выберем какие-то два элемента из пяти. Молодец. Надо сначала выбрать те два элемента, которые мы напишем сюда. Между прочим, для этого есть специальное назначение. Называется число сочетаний из пяти оба. Давайте я вам нарисую пять точек и посмотрим. Можно выбрать эти два или эти два или эти или эти или эти или эти. Можно выбрать эти или эти или эти или эти. Это сколько вариантов? Десять. Это десять вариантов. Так самое число сочетаний из пяти оба. Отлично. Это делается десятью вариантами. А остальные три числа надо расположить под руки. Так. Вы уже знаете, вот когда есть три числа, то из них хоровод можно сделать сколькими способами? Если поставить одно число, тогда за ним можно еще два поставить. А третье уже автоматически. То есть вариантов сколько на самом деле? Два. Два. Шесть, это если они неподвижно будут стоять. А если можно кружиться, то? Два. Замечательно. Замечательно. А сколько будет у нас? Два умножить на десять? Двадцать. 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 Значит, вот таких перестановок двадцать штук. А двадцать тридцать? Пятьдесят. 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 Двадцать. Пятьдесят. 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 такая ситуация. Здесь вот так, и здесь так. Согласны? Абсолютно. Абсолютно. Замечательно. Вот так, ну это одна ситуация и другая. Это для случая, когда три цикла. Когда четыре цикла, как и странно, все еще легче. Такие циклы и еще так. Согласны? Абсолютно. Абсолютно. Между прочим, в математике практически никогда вот такие контакты не решают. А принято это изображать так, чтобы было удобно на клетчатой бумаге. А именно, когда вот такая же бумага, то принято делать так. Рисовать три клеточки и откладывать еще одну. Вот это три. Один, один. Такую ситуацию принято рисовать так. Две клеточки, еще рядом две клеточки и еще одна. А вот эту ситуацию, вы уже догадались, это одна и... Поняли, нет? Ага. Вот. Это связано с фамилией Юнг. Называется диаграммой Юнга. Это очень удобно. Потому что фактически, ведь вам неинтересны были, как эти стрелочки, вам важны, какие длины циклов. Соответственно, вот такая диаграмма соответствует этому, такая диаграмма этому, такая диаграмма этому. Ну хорошо, в конце концов, это не так уж важно, как это рассказывать. Важно, сколько перестану вам. Сколько же... Для этого нужно выделить три числа? Ну, какую из задач... Фактически, сейчас получились три задачи. Какую из них вы сейчас решаете? Третью. Нижнюю. Нижнюю, третью. Отлично. Как вы ее решаете? Вы правы. Нужно выделить три числа из пяти и объявить, что это будут... Ну, они будут переходить в себя. А остальные два числа будут переходить друг в друга, да? Да. Замечательный вопрос. А вы эту задачу разве что-нибудь не решили? Десять. Это десять, ребята? Десять. Смотрите, ведь выделить три числа, это же то же самое, что выделить вот эти самые два числа. Согласны? Абсолютно. Помните, я вас здесь рисовал в пятиугольке? Да. С диагональю. Там было десять штук. Отлично. Значит, здесь что? Десять. 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 Так, у нас осталось... А, ну, не численное число. Поскольку мы знаем сумму всех чисел, то мы уже можем догадаться, да? Мы не жутим. Мы сейчас его число считаем. У нас, ведь, в случае Т3, у нас есть число, которое переходит в само себя. Таких вариантов может быть пять. Ну, да. Давайте, скажем, решать вот эту среднюю. Систему. Такое число выбирается и плюс костер. Согласен. Что нам фактически нужно? Любое из чисел от одного до пяти пишут сюда. Отлично. Теперь надо остальные четыре числа разбить на два числа и два числа. Вот давайте я просто нарисую четыре точки и скажите мне, пожалуйста, сколькими способами можно четыре точки разбить на пар? Одну точку можно соединить с любой другой. Я стремясь с ним. Одну точку можно соединить с любой другой. Таких вариантов три. Таких вариантов три. Все. Потому что остальные две точки, это будет другая пара. Ну, давайте я покажу. Скажем, вот берем так, вот это один вариант. Согласна? Да. Отлично. А еще можно по диагонали взять, сказать, что вот это одна пара, а это другая пара. Согласны? Абсолютно. Три в ряда. А значит, всего в ряда сколько? В комбинаторике умножают. Если что-то можно сделать, в тему способу. А в каждом из них потом три варианта, пятнадцать вариантов всего. Потому что каждое из этих пяти чисел после этого еще превращается в один из трех вариантов. Всего пятнадцать вариантов. Хорошо. Теперь здесь. Здесь, вы смотрите, какая история. Надо выбрать два числа. Обратите внимание. Мы не знаем, какой из них начальник, а какой заместитель. На самом деле, вот если здесь написано, скажем, число два, а здесь число четыре. Или наоборот, здесь четыре, а здесь два. Это одна и та же установка. Ну да. Итак, сколькими способами из пяти чисел можно выбрать два? Десять. Десять. Абсолютно верно. То самое число сочетания из пяти богов. А остальные три человека должны быть расположены за круглым столом. Или в хороводе, как угодно называйте. Сколькими способами троих можно поставить по кругу? Двумя. Двумя. А сколько будет десять умножить на два? Двадцать. А десять умножить на два – это двадцать. А в сумме? Тридцать пять. Тридцать пять. А вот сейчас тут ступил тот самый момент счастья. Вот сейчас мы все должны посмотреть на левую и на правую. На счет, это вы. Числа. Посмотрите, какие числа у нас. Двадцать четыре, пятьдесят, тридцать пять, десять. Двадцать четырёх. Ну, я стёк, когда пять циклов одна. Итак, числа. Двадцать четыре, пятьдесят, тридцать пять, десять, один. И те числа. То есть те самые числа. Давайте аккуратно напишем. То есть эти числа будут всегда. Т нулевое от четырёх. Это что такое двадцать четыре? Т четвёрное от четырёх. Т четвёртое от четырёх. Это Т четвёртое от четырёх. Возникает гипотеза. Что когда у нас вычисляется... Только давайте сейчас ничего не перепутаем. Давайте аккуратно напишем нашу теорему. Итак, точнее, гипотеза. Теорема, она станет через несколько минут, когда мы её докажем. Пока что это всего лишь гипотеза. Гипотеза такая. Когда нам дали перестановки на N числа, каждая из которых разлагается на K числа, я не отпишу, значит, числа от 1 до N переставляется так, что всего K числа, да? Так вот, количество таких всевозможных перестановок оказывается вычисляется через число T. К примеру. Так, только надо понять, что у нас здесь. Видите, здесь везде пятёрки, а здесь, опа, везде была четвёрка. Что это значит? Это значит, что там написано N минус 1. Замечательно. Теперь с нижним индексом. Здесь тройка, здесь 5.2, здесь двойка, здесь 5.3. N минус K. Вот, доказали мы её при помощи регуррентных соотношений. А именно, если вы берёте какое-нибудь число, давайте, на примере T3, вы берёте число T3 от 4, то можно было на самом деле сделать так. Можно было взять T3 от 3, тогда будут вот эти вот, 1, 2, 3, и всё. А к этому ещё прибавить всё с участием четвёрки. А что такое всё с участием четвёрки? Это 1 на 2, 2 на 3, 1 на 3. То есть, это называется T2 от 3. Давайте я ещё раз это напишу, регуррентную формулу. Когда вам дают T3 от 3, T3 от 3, смотрите, что можно сделать. Можно сначала выписать все, 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 все произведения, в которых числа N нет. Тогда не больше, чем N минус 1. А к этому прибавить ещё тем, которые число N есть в качестве отдельного множения. соответственно, это будет TK минус 1 от N минус 1. Это называется регуррентная формула. Она позволяет вычитать очередную величину через предыдущее. Так вот, если посмотреть, то для перестановок есть аналогичная регуррентная формула, и там всё получится, и там регуррентная формула, и там они одинаковые, ну и значит, всегда всё будет хорошо. Оказывается, однако, можно без всяких регуррентной формулы можно всё, всё, всё сказать. Действительно, договоримся, что когда есть любая перестановка, то мы её будем записывать в виде цикла. Давайте начинать с единицы. Так, циклов всего должно быть три штуки. Длинные эти самые могут быть разные, лишь бы в сумме это было сколько? 120. Какие 120? Ну что? мы имеем дело 5, конечно. Так вот, давайте разбираться, как может быть устроена перестановка, в которой три цикла, а всего 5 числа. Очень может. Давайте я числа буду отмечать точку. может быть что два цикла длины 1 и после этого что? Один цикл длины какой? 3. Замечательно, такое бывает. Может быть цикл длины 1, потом цикл длины 2, еще один цикл длины 2. Еще какие варианты? Цикл длины 1, цикл длины 3, цикл длины 1. Между прочим, вы меня можете спросить, чем отличается это от этого? А вот чем? У нас правило, какое. Сначала берем самое маленькое число и пошли писать цикл 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 Потом из оставшихся чисел берем самое маленькое число и пошли писать цикл цикл Потом из оставшихся берем самое маленькое и пошли цикл цикл Поэтому вот такая установка на самом деле Я вам больше того скажу, ребята, для того, чтобы вам стало все понятно, я вам сейчас просто выпишу все перестановки, какие возможности вот такого вида. Это называется вид А. Здесь обязательно единица, здесь обязательно двойка, здесь обязательно тройка, а вот дальше два варианта. Либо 4, 5, либо 5, 4. Так вот, господа, давайте теперь поймем, сколько существует таких перестановок. Две штуки. Потому что когда вы пишете число сюда, вариантов у вас нет, вы пишете наименьшее число, сюда вариантов тоже нет, вы пишете наименьшее из оставшихся. И сюда, а вот здесь вы пишете на это место один из двух вариантов. И потом потом все. То есть перестановок типа А, и существует 2 умножить на 1. Всего 2 штуки. Отлично. На первом месте обязательно единица. После этого, а вот после этого варианта, либо 2, 3, либо что? 3, 2. Нет. Либо 2, 4. Либо 2, 4. Либо 2, 5. Либо 2, 5. И дальше у нас, я разосажу эту точку, да? И дальше у нас идет уже без вариантов. Здесь идет 4, 5. Здесь идет 3, 5. Здесь идет 3, 5. Здесь 4, 3. Здесь 3, 4. Здесь 3, 4. Обратите внимание, сколько здесь вариантов. 3, 4. Вот сюда писали без вариантов. Сюда тоже без вариантов. А вот здесь вы писали, ну, двое из трех чисел. Значит, 3 вариантов. Дальше вы писали наименьшее. И дальше вы писали эти вариантов. Значит, таких штук 3 умножить на 1. Всего 1. 2. Хорошо. Перестановка типа B. Как видите, это 3 штуки. Так, теперь перестановки типа C. Ну, не знаю, мы тоже понимаем. Перестановка типа C. В любом случае пишем единицу. Здесь можно поставить либо 4, 5, либо 5, 4. Отлично. Я пишу, здесь вот 4, здесь автоматически 5. Здесь 5, здесь 4. Сюда я пишу либо 3, 5. Либо 5, 3. Да, либо 5, 3. Здесь будет 1, 2, 4, 5. А здесь будет 3. Так, недолго осталось. Осталось два варианта. Либо сюда написать 3, 4. Либо сюда написать 2, 5, 4, 3. Так вот, смотрите, где здесь было, что называется, шостка, а где были вариантов. Вот это вы писали как наименьшее число. Это писали как наименьшее число. А вот сюда выбирали любой из какого количества вариантов? Из 3. Из 3. Из 3, из 3. А сюда любой из какого количества оставшихся. А сюда автоматически оставшихся. Значит, здесь было 6. Смотрите, для вариантов типа С у нас 6. Вариантов типа С 6 штук. Здесь дважды 1. Здесь трижды 1. Здесь что? 3жды 2. А что еще осталось? А раз вы не чувствуете, что происходит? Происходит очень простая штука. Я исчеркну те слога. А что еще осталось? А что еще осталось? Остались с участием 4. Отлично. Откуда они бывают с участием 4? Какая циатрическая структура даст нам необходимость выбирать из 4 вариантов? Сколько в случае D у вас вариантов? Вот вы будете писать. Сюда вы будете писать наименьшее число. Это единственный вариант. А дальше вы будете выбирать из каких вариантов? Из 4. Выбирали. Значит 2 числа вы будете писать. Сюда имеется наименьшее число. Нет. Наименьшее. Автоматически имеется. А сюда будет сколько вариантов? 3 числа уже написали. Это написали как самое маленькое. Это написали выборами из 4 вариантов. Это написали как самый маленький из оставшихся. Здесь мы имеем 6 вариантов. Значит D соответствует случаю 4х2. 8 вариантов. Бывает 2х2 да? E это соответствует варианту 4х1. 4 вариантов. Да. Есть еще на самом деле ситуация. А какая? 3, 1, 1. Совершенно верно. Почему это соответствует? Сюда конечно наименьшее. Сюда 4 вариантов. Сюда последнее будет 3 вариантов. Ну и здесь тоже. 4 меньше и меньше. Это будет давайте 20F. 4 умножить на 3. 12 вариантов. Итак. Считаем. 12, 4 и 8. Сколько будет? 24. 24 и 6? 30. 30. И 3? 33. И 2? 37. Победа. Давайте я в 2 слова повторю. Вы каждое разложение на циклы пишете не просто в произвольном порядке. Если вы возьмете любую книжку о перестановках, то вам там пишут, что внутри цикла важно в каком циклическом порядке идут, а не важно с какого начинать. То есть если у вас есть какой-нибудь цикл 1, 2, 3, 4, то это то же самое, что цикл 2, 3, 4, 1, и это то же самое, что цикл 3, 4, 1, 2, да и 4, 3, 2. Замечательно. Но вот мы любой такой цикл будем записывать именно начиная с самого маленького числа. Не с самого большого, а с самого маленького. И опять-таки, когда вы снимаете циклами, то когда у вас в одном цикле переставляются одни числа, а в другом другие числа, то можно эти циклы переставить. Конечно, можно циклы переставить. Но давайте договоримся выбирать, опять-таки, циклы, чтобы сказать правильную новость. А именно, давайте сначала писать тот цикл, в котором наименьшее число меньше, чем наименьшее число в другом числе. И тогда разложение на циклы станет, что называется, жестким. То есть, вы не можете переставлять циклы. Нет. Видите, раньше тот, у которого наименьшее число меньше. И получается, что при подсчете количества возникает в точности та формула, которая будет. То самое число. Деньги администрации. Да.